МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дойчвиле ДВ Новости. Здравствуйте. Главная тема сегодня. Трагедия над Сринаем. Север полуострова закрыли для полетов. Выбор в Турции. Партия президента вернула себе статус правящей. Роль Москвы. Рядовые немцы об участии России в сирийском конфликте. В понедельник были получены первые данные черного ящика с разбившегося 31 октября в Египте лайнера Кагалым Авиа. Согласно расшифровке, командир экипажа сигналов СОС не подавал. Тем временем сразу несколько авиакомпаний прекратили полеты над Синайским полуостровом до выяснения причин трагедии. Что уже известно об авиакатастрофе, которая стала крупнейшей в истории российской и советской авиации, разбиралась Ирина Попахова. В авиакатастрофе в Египте погибли 224 человека. Трагедия для всей нашей страны и для этих людей, которые просто летели и были счастливы, что не возвращаются домой. У меня погибла сестра. Поэтому пришёл вот фотографию, я повесил. Эксперты уверены, что самолёт развалился на части ещё в воздухе, на большой высоте. На это указывает тот факт, что его обломки разбросаны на территории около 20 квадратных километров. Был ли исправен лайнер перед взлётом — это один из главных вопросов, ответ на который ещё предстоит найти в ходе расследования. Согласно предварительным результатам анализа бортовых самописцев, до исчезновения с радаров самолёт не запрашивал экстренной посадки. Техническая проверка самолёта перед взлётом в Шарм-эш-Шейхи также не выявила каких-либо дефектов, утверждают в Египте. Для нас важно, чтобы следователи могли работать спокойно и чтобы не было никаких спекуляций о причинах. Обстоятельства крушения очень сложные. Для их расследования потребуются продвинутые методы. На расшифровку чёрных ящиков в расследовании причин катастрофы могут уйти месяцы. В Международную комиссию по расследованию причин катастрофы на Синайском полуострове входят специалисты России, Египта и Франции, а также представители концерна Airbus. Заявление террористической организации «Исламское государство» об обстреле самолёта эксперты считают неубедительным. Лайнер летел на высоте около 10 тысяч метров. А как известно, у боевиков нет оружия, способного сбить самолёт на такой высоте. Самолёт находился в эксплуатации более 18 лет. Это не самый большой возраст для авиалайнера. Пассажирский Airbus 321 широко используется в международной авиации. Всего выпущено около тысячи экземпляров этого типа. В истории эксплуатации обрушившегося самолёта известен лишь один случай неисправности. В ноябре 2001 года, тогда он ещё принадлежал ливанской авиакомпании, во время посадки в Каире лайнер задел хвостом посадочную полосу. Однако после ремонта машина снова совершала полёты. Президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана на Западе некоторые сравнивают с его российским коллегой Владимиром Путиным. И того, и другого регулярно критикуют за стремление к авторитарным методам руководства. В минувшее воскресенье на досрочных парламентских выборах в Турции партии Эрдогана удалось получить абсолютное большинство. Задача минимум выполнена. Задачу максимум реформировать Конституцию с целью расширения президентских полномочий Эрдогану решить пока не удалось. Избиратели явно напугали недавние теракты в Суруче и Анкаре. Турок разочаровала неспособность политиков сформировать коалиционное правительство. Поэтому многие из них решили отдать свои голоса президентской партии. Именно на это во время избирательной кампании и делал ставку Эрдоган. Народ проголосовал за стабильность, начиная с 1 ноября. Люди приняли это решение. Правда, полученных президентской партией мест в парламенте не хватит для реализации планов по изменению Конституции. Эрдоган уже давно мечтает превратить Турцию в президентскую республику. Но и без этого вся власть в стране остается в его руках, уверяют эксперты. Конфликт с курдами на юго-востоке Турции сыграл на руку Эрдогану во время выборов. Про Курдская партия демократии народов потеряла голоса в пользу соратников президента. Теперь, когда выборы позади, люди в регионах, где проживают курды, надеются на примирение. Мирный процесс должен возобновиться немедленно. Нужно начать переговоры с курдским лидером Абдуллаком Аджаланом, а также необходимо прислушаться к прокурдской партии демократии народов. Явная победа партии Эрдогана может быть выгодна Евросоюзу. Ведь Турция способна сыграть особую роль на переговорах по разрешению конфликта в Сирии. На победу соратников Эрдогана отреагировали и рынки. Индекс стамбульской биржи показал максимальный рост за последние два года. Вырос и курс турецкой лиры. Германия, которая в этом году столкнулась с небывалым наплывом беженцев, считает Турцию ключевым игроком в этом вопросе. Только в октябре, по данным ООН, опубликованным в понедельник в Евросоюз, прибыли почти 220 тысяч нелегальных мигрантов. Германия, как и большинство других западных стран, уверена, с началом военной операции России в Сирии их число только возрастет. Такова позиция официального Берлина. А что думают о действиях Москвы рядовые немцы? С этим вопросом к ним обратился мой коллега Александр Прокопенко. Российская операция в Сирии продолжается уже более месяца. Однако эта тема по-прежнему занимает важное место в немецком информационном поле. С интересом Германии наблюдают и за тем, как Россия и США пытаются захватить пальму первенства в решении сирийского вопроса. Как оценивают ситуацию обычные граждане? Мы провели нерепрезентативный опрос и спросили немцев, что думают они о действиях России в сирийском конфликте. Я вообще толком ничего не понимаю. Россия сражается на стороне Сирии против исламского государства и решает там свои проблемы. Москва нажимает на те же самые кнопки, что и западные страны в борьбе с ИГ. Вообще надо как-то иначе помогать. Нужно работать с другими странами. Не думаю, что Россия в одиночку должна участвовать в решении конфликта. Считаю, что обсуждать это надо на глобальном уровне. Я думаю, конфликт только усилится и затянется. И это не решение вопроса. Ситуация в Сирии страшная. Я понимаю людей, которые оттуда уезжают. Война в целом вообще бредовая идея. Но кто-то должен прекратить её. У людей должна наступить спокойная жизнь в их стране. А что говорят эксперты и статистика? По словам наблюдателей, в Германии отмечают тот факт, что исламское государство с момента начала военной операции с западными странами сумело расширить свою территорию. А это не в интересах Европы и Германии. Привлечение России к решению сирийского конфликта в значительной степени поддерживается в Германии. У нас есть данные репрезентативных опросов населения. Они чётко показывают, что есть желание разрешить конфликт совместно с режимом Асада. Есть желание привлечь Россию к поиску решения. Также большинство немцев поддерживает военное вмешательство в Сирии. Однако стоит отметить, что согласно тем же опросам, большинство жителей Германии уступает против отправки бундесфера в кризисный регион. Немцы не хотят, чтобы их страна была вовлечена в сирийский конфликт. Аль-Каида обратилась к исламистским группировкам с призывом вместе бороться с антитеррористическими силами в Сирии. Своими врагами террористы считают, в частности, США и Россию. Тему продолжим в новостном обзоре. Лидер террористической организации Аль-Каида Айман Аль-Завахири призвал приверженцев радикального ислама объединиться в борьбе против США, России и сил воюющих на стороне сирийского президента Башара Асада. Кроме того, Аль-Завахири предостерёг сирийскую оппозицию от борьбы против запрещенного в России исламского государства. Украинское подразделение Transparency International считает, что генпрокурор Украины Виктор Шокин создаёт марионеточный антикоррупционный орган из бывших чиновников экс-президента страны Виктора Януковича. По мнению организации, об этом свидетельствует нежелание Шокина проводить реформы в сфере противодействия коррупции. Про президентской правящей партии «Новый Азербайджан» удалось получить большинство мест в парламенте страны по итогам прошедших в воскресенье выборов. ОБСЕ отказалось посылать в Азербайджан мониторинговую миссию из-за угрозы ограничения работы наблюдателей. Российское подразделение корпорации General Motors отзывает более 9 тысяч автомобилей Opel Meriva. В машинах при определенных обстоятельствах возможен обрыв тросов крепления ремня безопасности. В начале октября этого года General Motors уже отозвала в России более 70 тысяч машин Chevrolet Aveo. Китайская авиастроительная корпорация Комок в Шанхае представила первый среднемагистральный лайнер Си-919. Самолет вмещает до 168 пассажиров и способен преодолевать более 4 тысяч километров. Китайский конкурент Boeing и Airbus планируют выполнить первый полет уже в следующем году. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle, а ДВ Новости расскажут о развитии событий уже на следующей неделе, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин